Девушки отдыхают Доброе утро, Катя! Доброе утро, Ваня! Доброе утро! Что мы сегодня, Катя, будем готовить с твоей помощью на нашей зеленой весенне-летней кухне? Сегодня мы будем готовить очень вкусный китайский суп. Вот я всегда очень рад, когда вначале мы сразу приоритеты расставляем. Очень вкусный суп. Очень вкусный суп. Многие не произносят вот этого. Нет, но я его сама пробовала, я знаю, что это такое. Потом приходится хлебать. Уважаемые зрители, я сначала это приготовила, вчера прорепетировала на своей собственной кухне. Все сделала правильно, попробовала, видите, жива, поэтому рекомендую вам. Вам очень понравится. Это будет суп. Это будет суп. Как это? Он называется суанлатан. Суанлатан – это по-китайски острый, кислый. То есть и кислый, и острый. Суанлатан – это если вы в нос, а если суанлатан, то это китайский суп. И что мы еще готовим к китайскому супу? К китайскому супу мы приготовим весенний салат. Вот здесь все овощи для него есть. И рыбу-дораду запечем в духовке, это быстро, и пока будет запекаться рыба, мы будем делать суп. Ну давайте начинать. Хорошо. Давайте начинать. Сначала мы должны закипятить воду. Так. Прямо быстро-быстро кипятим воду, да? Да, брать нужно трехлитровую кастрюлю и наливать туда полтора литра воды, чтобы не выкипало. Сейчас в кастрюлю есть, между прочим, специальная рисочка внутри, по которой мы можем определить, сколько воды нужно наливать. Полтора литра. Ну заливай два, ничего страшного. Кстати, очень удобная кастрюля. Вот так. Все. И мы оставляем ее закипать. Да, это быстро закипит. Что мы будем? Ну это достаточно. Теперь, Ваня, мне нужен тофу, сыр. Он есть. Сыр. Тофу – это соевый сыр, я правильно понимаю, да? Который активно используется в японской и китайской. Ну вообще, я хочу обратить внимание зрителей, что тофу должен быть вот немножко такого бежеватого цвета. Это мы будем долго варить, он не должен развариться. Поэтому это в Китае считается тофу попроще. Острый нож мне нужен. Острый нож. Одну секунду. Вот такой. Себе я тоже возьму на всякий случай, чтобы что-нибудь помочь. Разрезов должно быть как можно меньше, поэтому мы не должны мельчить. То есть вот мы один раз так разрежем. И вот так. И вот так несколько раз. Это мы будем что делать? С ним варить мы его будем? Да, это мы будем варить после того, как закипит вода. Не нужно ли что-то почистить? Да, Ваня, ты можешь мне почистить лук, но тоже будем делать это необычным образом, не так, как всегда. Смотри, отрежь вот здесь и вот здесь. И сними несколько шкурок, но одну, самую нижнюю шкурку, не оставь на этом луке. Есть люди, которые не любят вываренный лук в супе. И для того, чтобы его вытащить, а при этом он отдал бы сок, нужно, чтобы верхняя шкурка оставалась. Тогда вы сможете легко шумовкой его подцепить и вытащить. И у вас ничего не разварится в кастрюле. Это так тоже делает китайцы. Для этого же супа нам еще нужны, вот видите, это настоящие морские водоросли, высушенные. Да-да-да, абсолютно. Ох, а пахнут. А пахнут они йодом. Значит, мы их будем тоже варить, да? Да, мы их будем варить. А где вот, Катя, хорошо, давай так, где взять, раз ты изучаешь историю вопроса, вот где нам, простым кулинарам, где взять нам вот такие сушеные водоросли? Вы знаете, сейчас, так как мир начинает поворачиваться, наконец-то, лицом к правильному и здоровому питанию, а не спиной, вот у нас тут, видите, даже смак надпись на нем. Поэтому сейчас такие вкусные и полезные вещи можно купить в любом супермаркете в хорошем. Я знаю, что это очень полезно для здоровья. Здесь йод для щитовидной железы, который управление осуществляет вообще всеми органами нашего тела. Грибы, шитаки очень полезны, имбирь, лук, сыр, тофу, креветки, все полезно. Значит, мы это все будем добавлять в тот момент, когда закипит вода, да? Вода закипает. Мы можем перейти дальше. Да, мы можем начать запекать рыбу. Для этого нам надо сначала разогреть духовку. Духовка, между прочим, посмотри. Ну, сколько нам нужно? Ну, 220, да. 220, вот так. Ну, все, тогда. Все, 220, разогревать. И мы рыбу достанем. Давай достанем рыбку. Вот она здесь. Дорада. Ну, подойдет любая рыба, это не важно. Так. О, она уже даже готовая. Ну, хорошо, а что мы должны делать с Дорадой? А у нас есть фольга на нашей кухне? Еще какая. Еще какая. Вот, смотри. Берем. Отлично. Так. Да? Правильно делаю? Да, да, да. Так и так. Да, то есть потом сверху накроем. Подожди. Так. Ваня, у нас кипит вода. Кипит вода. Давай отвлечемся от рыбы на секунду. Вот, смотрите, вода закипела, мы закидываем водоросли. Ах. Все какие есть. Сейчас. И туда же тофу, да? Да. Кстати, смех смехом, но китайцы, вы когда-нибудь видели, очень толстых китайцев. Толстых китайцев? Да. Вот они, это у них, считая, блюдо на каждый день. Узнаем интересные подробности. Так, сделай чуть мне побольше, наверное, чтобы… Нет, ну, вот я сделал, вот я просто перестал, наверное, сделать чуть побольше. Надо накрыть крышкой, значит, чтобы… Да, да, да. Хотя бы так, не до конца. Да. Ну, не до конца можно закрыть. Так, сейчас мы засекаем… 40 минут. 40 минут, 30-40 минут, в зависимости от того, как проварятся водоросли. Пока будут вариться, можно будет начать запекать рыбу. Чищенная рыбка, выпотрошенная. Ну, для любителей, кстати, можно внутрь положить лимончик еще. У нас тут есть лимон. Да. Можем… Хорошо, чуть-чуть. Мне буквально раз, и все. Вот, все-все достаточно. Это только для аромата, понимаешь? Нам нужен только аромат, понимаешь? Мы не солим, да? Ты же не солишь, я же знаю, ты же питаешься, я уверен. Все вот… Да, откуда ты знаешь? Я все знаю. Я все, Катя, я знаю. Ну, слушай, даже по-другому и не могло быть никогда. Вот я… Вот, ну, слушай, ну, глупо говорить тебе, Катя, вот каждый раз, когда я тебя вижу по телевизору, поскольку мы все время тебя видим по телевизору в самой главной программе, слушай, и вот, ну, представить себе, что Екатерина Андреева, вот, когда она читает серьезные новости, какие-то, наоборот, радостные новости, вот она выходит, берет большую баранью ногу, разрезает ее и начинает есть, я этого не могу себе представить, поэтому я уверен, что… Все, да? Какое правильное представление обо мне, Маня. Подожди, а вторую рыбу ты не решила, Николь, Лимон? Я вторую рыбу уже положила. А, Лимон, да, забыла, давай. Ну, ты еще, я хотела сэкономить, но ты меня не дам. Не надо, не надо экономить. Так, значит, насколько я понимаю, никакой соли, все это должно быть, и это, более того, мы же это запекаем. Я говорю, там, Ваня, никакого мяса, я не ем мясо уже много лет. Серьезно? Да. А расскажи, а как, почему, как вот к этому приходит, вот почему? Когда к тебе пришла фея вегетарианства и сказала, Катя, отложи чебурек в сторону. А я чебуреки не ела никогда, если ты это честно скажу, ну, как-то не сложилось. Катя, вот сейчас между нами выросла стена, не видишь, ты просто ее не видишь, так сказать. Ну, как ты никогда не ела чебуреки? Хорошо, давай так, лето, да, лето, дача, хорошая погода, стол, помидоры, огурцы, все такое свежее, зелень, горячие угли, и на них, что на них? Ну, это же не чебуреки на них? Нет. Я никогда не ела чебуреки, Ваня. Ну, хорошо, нет, я... Я ела когда-то баранину, вот то, что на них, это баранина, но чебурек, это баранина в тесте, запеченном в масле. А потом достаешь, чтобы... Фу, да, это я не ела, да. А котлетка по-киевски, ладно. Знаешь, я отвечу тебе на вопрос, я просто не могу есть тех, у кого ресницы, понимаешь? И главное, ты так на меня сейчас смотришь с такими ресницами, господи, да что такое? Это я, наверное, вы знаете, вот после такого рассказа, я думаю, что где-нибудь еще минут сорок чебурек не захочу. Давайте. Поставим дораду, да? Да, поставим дораду в духовку. Значит, Кать, а рыбу на пару... Ну, ты хочешь сказать, что ты, наверное, еще и жареное не очень любишь? Да, я не люблю. Любишь напеченое. Ну, давайте посмотрим, что у нас на данный момент готово. На данный момент у нас готов уже... Нам время еще надо засечь, рыбу примерно 20 минут будем делать. Будем смотреть после 20 минут. Знаешь, я всегда предпочитаю, я вот не доверяю духовым шкафам, да, надо смотреть всегда, что там происходит. Значит, мы заглянуть туда, у нас получится запросто. У нас варятся водоросли, варятся грибы, грибы не варятся, грибы лежат, варятся сыр, тофу. Грибы, кстати, мы тоже положим. Вот, видишь, как? Не просто же так. Нет, 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 Ваня, ты просто... Вот. Может, чуть-чуть вот это лить? Можно, но позже. Давай сейчас пусть он будет понажористее, такой бульончик. Ну, запах уже... Ох, какой. А где картошка? Картошка тоже есть. Интересно, что я ее не видела. Подожди, сейчас. Картошка вот. Что мы будем с ней делать? Мы можем ее порезать. И фольгу также приоткрытую заложим и поставим запекаться. Чуть-чуть вот так гырочки сделаем в ней, ну, вот так. Так. И все. Ну, давай, а нарезать мы ее вообще не будем. Нет, ну, хочешь, можем вот так пополам порезать. Но мне кажется, это бессмысленно, она так будет хорошая. Вот так вот? Да. Так, все. И что, берем? Да, берем и вот так заворачиваем. Да, прям целиком вот так мы заворачиваем. Да, надеюсь, как все. Получается, например, такой способ приготовления продукта, как обжарка. В масле я не использую, потому что это на мой вкус, это просто невкусно, и плюс это очень неполезно, потому что все это накапливается в тон организма, и, в общем, к 60-ти годам некоторые люди превращаются в какие-то развалины уже. Катя, ну, готов с тобой поспорить сейчас? Ну, давай. Ну, давай спорить. Вот смотри. Давай. У меня есть пример. Да. У меня есть знакомый, ты его знаешь. Владимир Владимирович Познер. Так. Всю свою жизнь Владимир Владимирович ест все, что он хочет. Я читала интервью Владимира Владимировича Познера. Он ест, он ест, он француз. Да, и он ест французскую кухню. Ну, там же ты понимаешь, сколько там всего. Там нету никаких чебуреков, запеченных в масле. А как же кавказские долгожители? Главное от всего ловить кайф. Кавказские долгожители не едят обжаренные чебуреки в масле. Это ноу-хау каких-то московских подворотин, на мой взгляд. Я не видела этого нигде на Кавказе. Любители чебуреков, держитесь. Я много раз была в Армении, в Грузии. Я не видела там ничего подобного. Я видела там обжаренное баранье мясо. А, там все прячут сразу. Прячь чебуреки, Андрея. Ну, хорошо. И все сидят и тарху жуют. Кстати, да, об этом я не подумала. В следующий раз мы, видимо, будем без предупреждения. Все, 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 все. Врываться в эти дома. Так. Да. А это здесь. Вот. Так. Вот. Теперь, Ваня, нам нужно... Теперь, Катя, давай сделаем небольшой перерыв сейчас. Да, давай. Значит, давай еще раз я скажу, что у нас происходит. Сыр тофу и водоросли варятся. С грибами шитаки. Значит, что у нас еще? Рыба у нас уже запекается в духовке. Картофель без соли, без масла. Ты масло и соль можешь добавить потом, это вкуснее будет. Кать, все, тогда я тебя на секунду сейчас оставляю. У нас короткая реклама на Первом канале, после которой мы вернемся. И продолжим программу СМАК. Ешь ананасы, рябчиков жуй. День твой последний приходит. Анжуй. Александр Дюма, королева Марго. Дорогие друзья, СМАК на Первом канале. У нас в гостях Екатерина Андреева, с которой мы сегодня спорим о том, насколько полезен современный чебурек для здоровья нации. И о том, как скоро можно приготовить вкусный питательный суп из, как, кстати, суп называется? Суан-латан. Суан-латан. И, как говорится, рыба и зеленый салат. Мы сейчас перейдем к салату. Да, мне нужна большая миска, вот у тебя там есть давай. Так, для этого салата можно использовать все, что есть в холодильнике зеленого цвета. Ну, значит, вот у нас есть салат руккола, у нас есть вот это у нас тархун, у нас есть салат айсберг, есть салат, есть фенхель, есть огурец. Ну что, ведь фенхель мы же сюда принесли для того, чтобы тоже запечь. Запекать фенхель будем? Да. Тут в фольге? Да, добавим, да. Дай мне немножечко. Давай, сюда выстилем. Ничего себе, вот это, я очень люблю фенхель просто. Мы отрежем вот это на мемизму. Так. Разрежем его пополам. А ты знаешь, что вот это у фенхеля очень классная вещь, вот эта вот, которая травка, вот эта она самая ароматная. Да, давай на фольгу. Даю фольгу. Его можно и целиком запекать, это не пристально. И вот так, да? И туда картофчики, да? Так, поехали. Да. Так, теперь мы будем делать салат. Рукколу, все знают, да, любят рукколу, пожалуйста, можно брать ее. Я, кстати, не люблю резать, я рву. Да. Но ты можешь резать. Зачем? Это приятнее, руки должны быть чистые. Так, какой тебе салат нравится, выбирай, давай вот такой. Мне, в принципе, какой ты скажешь. Ну, это без разницы, сюда можно все зеленого цвета, мы же с тобой уже решили. То есть помидоры не подойдут? Помидоры тоже подойдут, потому что они красные. Вот такая же московодка. Да. Понимаю. Понимаю. Вот это я понимаю. Все ясно. Я знаю, что надо сказать, чтобы понравиться Ване. Это я все понимаю. Нет, Кать, для того, чтобы понравиться мне окончательно, ты должна сказать... Что я люблю чебулю. Но нет, Ваня, нет. Да, понимаю. Слушай, а как? Давай огурцы порежь, что я хотела. Давай, давай, только вот эти хвостики не нужно. Эти хвостики, естественно. А мы пока закладываем все салаты, которые есть. Да, очень... Здесь вот, кстати, все правильно было приготовлено. Да, скажи подожду. Вот. Так, мы еще возьмем вот листик такого салата. Огурец. Огурец еще. Огурец еще порез. Да, огурцов мало не бывает, когда ты не умеешь. А, кстати, ну, зрители, наверное, твои поклонники уже обратили внимание, как ты профессионально режешь овощи. Да. А кто это вообще на это обращал, не умеет? Да. Меня, если честно... Скажи, пожалуйста, кто тебя научил? Резать так овощи? Профессионально резать овощи. Не так овощи резать. Это учила меня жизнь. Школа по имени Жизнь. Так, посмотри, как все пока красиво. И вот сейчас помидор. Теперь помидор, я думаю, будем класть в самую последнюю очередь. В самом конце, потому что он даже сок и сразу все обрабатывает. Да, он даже сок и все. Поэтому сейчас мы добавим травок. Вот, например, тархунчик. Тархунчик. Укропчик. Да. Тархунчик я предлагаю тархун вот так прям целыми песточками. А вот укропчик я предлагаю все-таки порезать. Да, укроп, конечно. Я отрежу вот эти... Обязательно. Но немного, да, Катя, или вот столько? Нет, давай половину, да. Сделай, как ты считаешь нужным. Немного. Да. У мужчин в этом смысле всегда есть чутье. Я всегда считала, что они самые лучшие повара на свете. А также лучшие воспитатели. Серьезно? Да. А, именно поэтому гувернеры-то были старорежимных. Мужчины, да. Вот так. Вот, посмотрите, видите, как Ваня это делает? Так делают настоящие шефы. Да. Ну, кто любит, можно лук добавить, но я бы не стала, как ты считаешь. Нет, Катя, вот ты как... Слушай, а вот мне интересно, поскольку действительно у тебя профессия, связанная с новостями, скажи мне с информацией, у тебя есть какой-то рецепт, например, в день, когда у тебя ответственный эфир, ты ешь определенный набор продуктов? Или ты не ешь? Слушай, Ваня, я всегда, я никогда не сижу на диете, потому что у меня всегда сбалансированное, нормальное питание, которое мне нравится. Я его сама для себя выбрала, и оно мне подходит. Вот и все. Я пью много воды, зеленого чая. Собственно, это мы и хотим... Так, смотри, мы добавим немножко кальраби сюда. Кальраби? Да, вот эта капуста, вот она так выглядит. Она очень полезная, в ней очень много витаминов нужных для здоровья. Кальраби? Да. Знаешь ее, да? Кальраби, я знаком. Я... Здравствуй, кальраби. И что, ты его... Терочку, да, давай. Только это будешь ты делать, потому что... Конечно, я это и я делаю, естественно. Кальраби труя. Так, а я пока... Смотрю. Быстро помешаю. Слушайте, какие у вас удобные кастрюли. Я такие себе тоже куплю. Катя, подожди, дождись конца программы. А, хорошо. Дорогая Катя, скажи, всю, да? Я все это натираю, да? Да, да. И прямо туда же? И прямо туда же, да. Ну, выглядит хорошо. Выглядит хорошо. Натер. Мне уже нравится даже так. Кать, ну расскажи, а вот... Будет еще вкуснее. Как твое отношение к сладким блюдам? Сахар я не ем. То есть про сладкие чебуреки с тобой даже не разговаривать? Нет. Чебуреки с вишнями. Ужас какой. Катя, я правильно делаю? Посмотри. Да. Отлично. Все. Прямо это такое камла, не настоящее. Так, еще? Давай. Давай, давай. Ой, а что? Вот так вот все. Конечно. Так, Ванюша, дай мне ложку, пожалуйста, чтобы мы это все... Ложку с удовольствием. Специальную. Смотри, вот такую. Две. Раз. И тогда вот такую. Два. Да. Так. Так. Это мы перемешали. Перемешали. Салат у нас практически готов. Так, ну вот смотри, да. Кстати, время положить луковицу. А почему? Вот именно на таком этапе, да? Ну вот через 40 минут мы кладем, а чтобы не было очень много этого... Лукового. Лукового вкуса такого. Вот он немножко. То есть чуть-чуть. Потом мы это достанем. Потом мы это достанем и... И просто съедим. Так, и сюда же мы сейчас положим с тобой имбирь. Почистить бы его? Давай. А как его? Знаешь, вот отломи мне вот так корень, да, и чуть-чуть его, знаешь, как поскребеет, не обязательно прям дочищать от самого этого. Ну, ну сейчас... Основание. Да. И мы его крупными кусками порежем и положим туда же, и потом вытащим его. То есть он... Это тоже для вкуса, наверное? Это тоже для вкуса. Но есть люди, которые едят вареный имбирь, могут... Вареный имбирь? Да, это вкусно. А что, есть соки из имбиря? Как ты знаешь, вот я вот просто разговариваю, как будто бы вот просто какой-то совершенно посторонний мир. Ты как будто бы, знаешь, имбирный посторонний мир. Ты девушка, прилетевшая с планеты здоровья. На самом деле, конечно, мы все за здоровое питание. И я могу сказать, Катя, что ты абсолютно права. И даже если я и съем чебурек, то только потому, что надо чем-то закусить 300-граммовый стакан спирта. Катя, кстати, а... Вот люди верят Ване, к сожалению, думают, что он так и делает. На самом деле, Ваня хороший, добрый. Ничего он такого не делает. Смотрите, Катя, вот это... Скажи об этом, пожалуйста, сегодня в программе «Время». Сегодня? Хорошо. Я тебя прошу. Вот представьте, вот просто, ты говоришь, это были международные новости, ну а теперь несколько слов про ведущего Первого канала, Ивана Ольга. Ваня хороший, он очень хороший человек, скажи. Да, но это все так и знают. Дайте ему квартиру. Ну, например. А что, у тебя нет квартиры? Есть, но я еще хочу. А-а. Понятно. Так, посмотрите, пожалуйста, что у нас произошло. Крупными кусками мы порезали имбирь. Да. Лежит луковица. Сделай побольше огонь. Ты знаешь, он перестает кипеть, как только ты открываешь крышку, поэтому сейчас он закипит, конечно. Секунду. Салат незаправленный, а будет ли он чем-то заправлен? Да, конечно. Будем-то, да? Ну, подожди, мы еще туда не положили. Нет, я просто показываю, что у нас вот здесь вот огурцы, кальраби, все зелененькое, разные салатики, все здесь. Помидор. Лежит дурачок, ждет своего часа. Значит, картошка, фенхель запекаются. Да. Рыба, дорадо запекаются. Кать, оставляю тебя на секунду на нашей кухне. У нас, друзья, короткая реклама на Первом канале, после которой мы вернемся, вы знаете, что первоначально знаменитая поесть Аркадия Гайдара «Чука-гек» называлась, правильно, «Чебурек». В заключении своей обвинительной речи хочу сообщить, что Сарычев, даже после того, как он украл бутылку водки в сельпо, выпил ее в первой же подворотне. Эрик Мария Ремарк. «Триумфальная арка». Дорогие друзья, с нас на Первом канале. У нас в гостях сегодня Екатерина Андреева, с которой мы готовим суп. Катя, как он? Суан-латан. Суан-латан. И сейчас вот как раз пришло время, очень ответственный момент. Нам нужен острый перец, жгучий перец. Это реально жгучий перец. Я думаю, что нам нужно сделать вот так, смотри. Вот эти штучки. Ну что? Ну что, кидай. Кидай. Ну вот этого хватит, я думаю. Там не так много у нас бульона. Посмотри, там воды-то уже не осталось. Нормально, это же первый и второй одновременно. В принципе, я думаю, что мы находимся у черты, после которой мы будем заправлять салат. Что нам нужно сделать? Нам нужно сейчас сюда добавить, вот у тебя здесь есть, пожалуйста, вяленые помидоры. Аккуратно. Сколько? Вот таким вот образом. Пять штучек так. И порежь их на такие длинные. Вот так, да, ты хочешь? Да, да. На самом деле помидоры на солнце высушиваются, завеливаются. Получаются очень вкусные. Потом в масле хранятся. Да. Теперь смотри, кидай это сюда и, пожалуйста, достань у меня из холодильника. Я знаю, что у тебя там припрятаны креветки. Да, есть такие. Да, и сыр горгонзола. Креветки и сыр горгонзола. Чем дальше мы уходим в зеленый салат, как бы бекончик не пошел туда дальше. Креветки для супа. Я понял, я дурак. Ты не дурак. Извиняюсь. Ты не дурак. Это все потому, что ты ешь мясо. Горгонзол пока отложим. Это для салата. А сейчас мы возьмем вот так креветки, порежем их пополам. Давай, у тебя лучше резать. И это, да, это будем закидывать в суп. Дорогая Катя, вот ты говоришь, я не ем то, у чего есть ресницы. А, да. Ты не видела некоторых креветок. Хорошо, тех, у которых есть ресницы, я не ем. Так. Ну, что сделать? Выкладываем туда. Так, лук мы уже можем сейчас скоро вытащить. Немножко разваливается, да? Ну, уже сейчас мы его вытащим, да. А в салат мы добавим еще... А в салат мы добавим небольшие... Да, горгонзолы. Ну, только вот его надо... Знаешь как, давай сначала мы заправим его. Заправим. Да, олегку масла. А потом... Как горгонзолы мы режем? Вот такими прям кусочками режем. Прям большими вот такими? Да, да. Только тоненькими. Вот такими. Да, да. Ну, можешь их еще на две части развезть. Ну, видишь, горгонзол, она не режет, он ломается уже. Так, еще у нас должна была быть прозрачная китайская лапша. Ну, Катя. Вот, отлично. Вот она. Как будто бы молодые водоросли, да? Ну, как будто бы, да. Теперь, Вань, будь добр, дай мне, пожалуйста, на мисочку мы вытащим лук. Секунду. Шкурки. Одну секундочку. Давай. Вот, видишь, вот так удобно очень вытаскивать. Да, и он весь остается здесь. Да, и он весь остается здесь. Все, больше лука нет. Да, больше лука нет. Слушай, ну, выглядит это, конечно, мощно. Перестанешь есть чебуреки. Может, ну их эти чебуреки. Вот, и теперь, подожди, сначала дай мне, пожалуйста, оливковое масло. Немножко мы посыпем морской солью. Морская соль. А, тогда не надо много. Так. Лей, как ты считаешь, нужно? Я считаю, что вот так вот. Давайте мы, так. Десять минут сейчас еще нам нужно. Десять минут там. Скажи, пожалуйста, Кать. И вот в этот момент мы еще сейчас будем заправлять туда всякого разного. И еще туда что-то? Ну, смотри, нам еще нужно туда добавить. Лимон. Лимон. И? Два яйца. Два яйца? Да. На всякий случай. Яйца будут, должны быть взбиты и вливать сейчас, я покажу, как, чтобы они не скрутились. Да, да. Яйца нам нужны белки или все яйца? Нет, все яйца. Зная тебя, Кать, а я могу уже сказать, что я тебя знаю, то, конечно... Я могла бы разделить это все. Конечно. Но это не в этом блюде. Да, в принципе, ты прав. В принципе, ты прав, Ваня. То есть немножечко... Но холестеринчиком мы добавим. Это хороший холестерин, чтобы ты... Я и говорю. Угу. Так. Во все кипит наш суп. Кипит. Так. Яйца взбиты. Да, яйца взбиты пока оставим, потому что... Вот горгонзолы. Почему-то, когда я так взбиваю вот яйца, хочется добавить черного перца, соли и сосисочки залить на сковородке. А-а-а. Опять как-то мы не... Нет, с черным перцем... А ты с утра яичницу не ешь, как? Ну, редко. Ну, бывает? Бывает, конечно. Ну, все, слава. Ну, без бекона. Я бы... Ну, без бекона. Ну, ладно. Я пытаюсь какие-то найти точки соприкосновения какие-то. Кланеты и здоровья у нас. Так вот тебе хорошие точки соприкосновения. Хорошо. Не пора ли нам, дорогая Катя... Посмотреть рыбу. По-моему, чего ее смотреть? По-моему, ее надо доставать. Давай. Как ты полагаешь? Нет? Ну, я думаю, что да, вполне. Салат у нас готов. Мне кажется, и картошечка тоже уже. Давай. Все готово. Ну-ка, посмотри-ка, пожалуйста. Во! Посмотри-ка, пожалуйста, вот сюда. Отлично! Собственно, сакуя прелесть. А могу ли я уже по тарелкам раскладывать эту рыбу? Да, конечно. Ой, какая рыбка-то, а! Никто не аплодирует, все думают, ах! И салат туда положить, на эту тарелку? На эту тарелочку мы можем сразу же положить салатик. Сейчас мы достанем туда еще гарнирчик. Угу. Картошечку. Да. И фенхель, да? Да. Сейчас, секунду, как мы все сделаем? Все. Посмотрите, как получается у нас, дорогие вы наши зрители. Катя, вот так вот, да, должно это все быть? Да, да. Готово? Да, фенхель готов, конечно, его очень хорошо, масло, ну, немножко вот здесь, ага. Так. Это очень хорошо сбрызнуть оливку. И, кстати, и рыбку можно. И рыбку. Так. Картошка у нас, кстати. Очень хорошо сделалась. Да? Да. Тоже мы, да, ее выкладываем? Да, да, да. А главное, заметь, как этот рецепт экономит время. Ты не очень должен следить на кухне за тем, что делать. Да. Потому что все в духовке, и все вкусно при этом, и ничего не перегорело, и не пережарилось. Так, почему нам никто еще не поаплодировал до сих пор? Потому что мы уже, по-моему, находимся на некой финальной стадии. Да. Что нужно сейчас? Значит, сейчас мы вытащим отсюда имбири. Вареный имбирь. Да. Он уже нам вкус весь дал. А, мы сейчас яйцо туда будем? Да, мы теперь будем сейчас туда яйцо и лимон. И в общем все. Лимон мы выжимаем? Да, лимон и побольше. И потом в тарелки уже добавим соевый соус. Сначала яйцо дай мне, пожалуйста. Яйцо, пожалуйста. Вот, значит, это надо... Да, спасибо. Ваня очень хорошо взбывал яйцо. Для того, чтобы яйцо не сварилось у нас... Вот! Мы его вот так мешаем. Не сварилось? Ну, оно сварилось, но чтобы не сварилось... Я понял. Я понял, что ты имела в виду. Все, я понял. Не стало бы таким одним комком. Вот. Вот. Да. А вот сейчас оно стало уже комочками такими мелкими. Это уже можно. Слушай, ну ты посмотри, какой густой супчик. Вот сейчас прям первый, второй. Ну, эээ... Лимон? Угу. Много. Итак, дорогие телезрители, позвольте мне рассказать вам о том, как же мы готовили блюдо. Китайский суп. Значит, мы берем водоросли сухие. Да. Морские. Морские. И сыр тофу, и грибы шитаки. Да. И варим все это в двух литрах воды в течение 40 минут. После этого мы добавляем луковицу целую. Да. Добавляем туда имбирь. Да. Большими кусками крупными. Продолжаем все это варить. Через какое-то время добавляем туда еще острый перец. Острый. Это очень важно, потому что перец должен быть реально жгучий. После этого мы добавляем туда креветки сырые, лапшу. Лапшу. Китайскую. Да. После чего, когда все это готово, мы достаем оттуда лук, достаем, убираем из этого супа имбирь и лук. Угу. Добавляем туда два яйца, которые мы взбиваем. Быстро взбиваем, да, прям супер. Добавляем туда лимон. И сейчас вот ты можешь добавить туда соевого соуса по вкусу. По вкусу добавить соевого соуса. С удовольствием это сделаю. Ну, давайте. Подожди, да, если не со мной. Давай, давай. Вот, друзья, сыр, тофу, водоросли. Ну-ка. Ну как? Ну-ка поаплодируйте. Да, так, конечно, немного паразий вопрос. Даже что-то, правда, так вкусно. Но, если бы это было все, так нет же. Давайте я расскажу быстро, как мы это готовили. Ну, собственно, все было понятно и так. Любую зелень зеленую в доме. Тщательно промыв, смешивайте в большой чашке и высушив, да. Добавляйте туда укроп немножко, тархун, кинзы. После этого огурчики зеленые. После этого вы все это аккуратненько солите морской солью. Добавляйте туда тертый кальраби. Добавляйте туда помидоры, которые высушенные на солнце, сыр горгонзола, оливковое масло и бальзамический уксус. И будет вам счастье. А что касается фенкеля и картофеля, вы просто в эту спальге запекаете и больше ничего не делаете. То же самое вы делаете и с рыбой, которая называется дорада. Давайте мы попробуем. Все нам поаплодируют, позавидуют. Нет, кому аплодировать. Фенкель очень вкусный. Рыба тоже. Кать, ну? Мне кажется, удалось. А, хорошо. Угу. Да? У нас есть две важных миссии. Во-первых, я хочу сообщить всем, что сегодня 30 мая, а значит, послезавтра будет 1 июня. И мы с Катей, как ведущей Первого канала, с удовольствием заявляем о том, что 1 июня будет традиционная акция, которая называется «Стань первым». И в первый день лета, а именно в день защиты всех детей, Первый канал, в частности, его команда, отправляется в Казань. Это акция Первого канала, которая проводится уже по традиции много лет. Все сотрудники Первого канала приезжают в гости в какой-нибудь город и устраивают большой и красивый праздник для детей, которым нужна помощь. И которым сотрудники Первого канала могут помочь и дать какую-то частицу своего сердца, радости, любви и всего самого хорошего. Катя, вот именно это я и хотел сказать, а получилось, как всегда, пройдет. Катюш, и тем не менее, у нас есть подарки для тебя. Всемирно известный, производитель посуды, компания Тапова. Дарю тебе, Катя, набор инновационных изделий, набор контейнеров «Умный холодильник» и сотейник от шефа из премьер-каталога. Лето с Тапова – это увлекательно, выгодно и просто. Катя, это еще не все, подожди. От программы «Смак» от Андрея Макаревича «Фартук» с логотипом любимой программы. Катя, Андрея, вы сегодня «Смаки», давайте мы поаплодируем Катюшу, спасибо огромное, Катя. Сейчас я верну к тебе, мы будем продолжать завтракать, есть вкуснейший суп. Друзья, смотрите нас ровно через неделю, вы узнаете, что «Дорадо» в переводе со славянского означает «Я с удовольствием прогуляюсь с вами и посмотрю ваш номер в гостинице». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!